В Перми водитель городского автобуса решил поддержать решение администрации города о ликвидации нестационарных объектов торговли табачными изделиями и снес уличный вейп-шоп. Правда, получилось это неумышленно. Инцидент произошел накануне, в светлый праздник Пасхи, ранним утром в микрорайоне Юбилейный. Автобус 77 маршрута в 5 утра двигался без пассажиров по улице Старцево и совершал правый поворот на улицу Суздальскую. Однако выровнять машину после поворота 54-летний водитель не смог, и автобус врезался в уличный торговый павильон вейпов. К счастью, в аварии никто не пострадал. Автобус был не на маршруте, а торговля в киоске не велась не только из-за раннего часа, но и из-за того, что с 15 марта по распоряжению мэрии Перми в столице Прикамья была запрещена торговля сигаретами, табаком и электронными приспособлениями для нагревания табака в нестационарных уличных павильонах. Местные жители в чатах сообщают, что водитель автобуса предположительно был крепко пьян. Однако руководитель транспортной компании «Автомиг» Игорь Сосунов опроверг это заявление. По его словам, мужчина-водитель хоть за медицинской помощью и не обращался, но, вероятно, получил сотрясение, поэтому выглядел не совсем адекватно. Причиной же аварии он назвал гололед. Улица Суздальская давно стала притчей во языцах у местных жителей из-за регулярного разлива воды. Худой водопровод, ведущий к частному сектору, постоянно заливает улицу. А накануне в Перми хоть и не было Екатеринбургского снега, он у них пошел только сегодня, но похолодало до минус двух. Разлившаяся вода превратилась в лед, что и стало причиной заноса. По словам Сосунова, автобус «Лотос-105» набережной Челнинской сборки 2020 года выпуска получил минимальные повреждения. По-хорошему требуется только замена ветрового стекла. Уже через 2-3 дня эта машина, по его словам, вновь выйдет на свой 77 маршрут.